МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Деревня будущего. В Рогачевском районе прошел первый областной форум сельской молодежи. Готовность номер один. Нюансы работы ЖКХ в осенний и зимний период обсудили на заседании облсполкома. Масштабная кампания на старте. В регионе открылись переписные участки. Культурная сокровищница и визитная карточка Гомеля. О подготовке к 100-летнему юбилею музея Дворцово-Парково-Ансамбля большое воскресное интервью. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Заслуженные награды, посещение предприятия и открытый диалог с председателем Гомельского облсполкома Геннадием Соловьем. На этой неделе в Рогачевском районе прошел первый областной форум сельской молодежи. Его участниками стали около 100 человек. От учителей, комбайнеров и операторов машинного доения до главных специалистов и руководителей сельхозорганизаций. За ходом работы форума следили наши корреспонденты. Проходящий в агрогородке Тихинич и областной форум сельской молодежи первый, но явно не последний. По поручению президента Беларуси, в настоящее время в регионах они будут проводиться постоянно, что объясняется вниманием, которое государство уделяет селу. И дело не только в том, что деревня – это корни, где хранятся национальные традиции, культура и духовность. Такие форумы призваны поддержать сельскую молодежь и дать новый импульс развитию АПК. Это возможность встретиться и обменяться опытом специалистам разных сфер, обсудить пути дальнейшего развития отрасли. Работать только для того, чтобы работать, иногда даже с убытками, сегодня такой подход уже не принимается. Выход на рынок Евразийского союза, ну и, конечно, на европейский рынок, на рынок Китая, рынок Востока. Здесь, если просто решить понятием, что произвести и продать, уже не получится. Здесь необходимо, чтобы уже закладывалось у нашей, в первую очередь, молодежи понятие бизнеса, так как это существует во всем мире. О необходимости поиска новых подходов к организации работы агропромышленного комплекса говорят на различных уровнях, и этому есть вполне логичное объяснение. В реальном секторе экономики самая низкая средняя зарплата в этой области. В свою очередь, это создает проблемы и с закрепляемостью кадров. Этой теме на форуме вообще значительное внимание. Молодые специалисты объясняют, почему далеко не все хотят оставаться в деревне после обязательной отработки. Распределяются вдалеке от домов, не в своих областях. Может, где-то у них такая социальная дезориентация происходит, и им тяжело. Нужно помогать молодым специалистам, чтобы они удержались на своих местах, чтобы остались в тех районах, куда приехали отрабатывать. А еще, может быть, что не везде хватает хороших условий труда и жизни. Хотя говорить о том, что такие трудности встречаются повсеместно, тоже нельзя. В качестве положительного примера – Тихинище, где проходит первый областной форум сельской молодежи. Это действительно настоящий агрогородок с разбитой инфраструктурой. Здесь есть даже современный бассейн, о котором мечтают многие райцентры. Местные жители уверяют – уезжать отсюда не планируют. У нас деревня очень хорошая, красивая, жители приятные. У нас есть свой центр культуры, бассейн. Всем детям нравится, школа отличная. Так что музыкальная школа есть. У первого областного форума сельской молодежи насыщенная программа. Для участников это еще и возможность увидеть крупные производства, о которых много слышали раньше, но никогда не посещали. Рогачевский молочно-консервный комбинат – один из основных потребителей, производимого в Гомельской области молока. По большому счету, это предприятие – показатель эффективности работы агропромышленного комплекса. Плохо сработает животноводческая отрасль, не будет и качественной продукции. Конечно, работники сельского хозяйства, мы перерабатывающая промышленность – это одно целое звено, которое должно работать и получать результат работы. Мы получаем сырье, выпускаем качественную молочную продукцию в ассортименте. Ознакомление с практикой сохранения белорусских традиций в год малой родины также предусмотрено программой первого областного форума сельской молодежи. Во время посещения эко-музея «Белорусская лялька» участники не только знакомятся с обрядами, но и сами их исполняют. Сотрудники музея убеждены – современная молодежь должна помнить о своих корнях. К сельчанам это относится, пожалуй, в первую очередь. Почти одна молодежь приезжает. Мы проводим обряды, они просят посмотреть, очень интересно, им нравится. Также проводим экскурсии в музей «Белорусской ляльки». Работа первого форума сельской молодежи завершается встречей ее участников с председателем облсполкома Геннадием Соловьем. Она могла бы состояться в любом из просторных современных залов Гомеля или студии телевидения, но руководитель региона – это особенно показательно – приехал в сельский дом культуры. Областной форум становится продуктивной площадкой для обмена мнениями и генерации идей. В формате прямого диалога разговор о дефиците кадров сельской местности и уровне зарплат. В перспективах развития сельских территорий в плане строительства жилья, в том числе для молодых специалистов. Молодые люди интересуются отношением губернатора к социальным сетям и вообще современным технологиям. По сути, речь о будущем белорусского села и задачах, стоящих перед органами власти и сельскими жителями. Поднять и на наоборот высокий уровень наше сельхозпроизводство, потому что от молодежи, как я сказал, все зависит. Да, понятно, сегодня приходят новые формы управления, новые методы управления, новые технологии. И самая главная задача сегодня – жестокая диктатура технологий, которую мы иногда нарушаем и не соблюдаем ее. И в итоге мы имеем, конечно, то, что имеем. Сегодня точное земледелие для нас актуально и GPS-управление техникой, потому что это высокотехнологичное средство, которое сегодня позволяет экономии определенное дело. Поэтому мы с вами должны быть генераторами и действовать в этом направлении. Особый акцент на том, что нужно максимально всесторонне воспитывать новые поколения, с самого раннего возраста. Уважение к труду должно формироваться с детства. Кроме того, всегда интересно, когда собеседник в диалоге рассказывает о собственной биографии. Это самый лучший пример и мотивация для молодежи. В открытом разговоре Геннадий Соловей говорит о своем трудовом пути, который начинался в 80-е годы в сельском хозяйстве. Мне пришлось начинать свои трудовые действия в 80-е годы. Вот с самой низкой, можно сказать, ступеньки, которая была предложена. Хотя те годы, я вспоминаю, очень сложно было устроиться в хозяйстве, работать, имея даже высшее образование. Но я учился по направлению от хозяйства, и мне было проще. Конечно, в районе один из прогрессивных пришлось работать и начинать свои трудовые действия. И, конечно, ты, когда придя на ту или иную должность, в первую очередь обращаешься на проблемы, которые тебе там нужно решать. И когда ты их начинаешь решать, ты потом видишь, что ты двигаешься вперед, ты не стоишь на месте. То есть, решив одну проблему, тебе приходится решать другую. И самое главное, ты, когда оставляешь по себе что-то, ты должен оставлять по себе прорезивное. Участники форума задают свои вопросы напрямую у главе региона в режиме открытого микрофона. По большому счету, сейчас они представители всей молодежи региона. А это пятая часть населения. Около 270 тысяч человек. Мы должны чувствовать себя комфортно везде. Не только, когда на беседе. И я всегда доступен, посещая предприятия, сельхознение, готов выслушать даже не в таком бракурсе. Те вопросы, которые волнуют. Это не надо стесняться. Дело в том, что власть всегда доступна, власть всегда готова идти навстречу и решать проблемы. Потому что мы для этого сегодня и здесь присутствуем. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Ремонт крыш инженерных систем отопления, перекладка сетей водоснабжения. Вопрос готовности к отопительному сезону был одним из ключевых на заседании областного исполнительного комитета. Председатель Гомельского блесполкома Геннадий Соловей поручил ответственным службам ужесточить контроль за обследованием вентиляционных и дымовых каналов всего жилищного фонда, в том числе частного и ведомственного, и уточнил, что задача к 1 октября должна быть на 100% решена. Безопасность людей и обеспечение их теплом в приоритете. В целом, весь комплекс жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в отопительный период готов. Произведена замена более 100 километров тепловых сетей. С начала года в области модернизировано свыше 80 малых котельных. Отремонтировано более 30 тысяч погонных метров стыков в панельных домах. Тем временем в регионе продолжается подача тепла в объекты социальной сферы. Жилые дома, оно придет, когда в течение пяти дней будет сохраняться среднесуточная температура 8 градусов и ниже. В прошлом году отопительный сезон в области стартовал 29 сентября. Из областного бюджета на инженерную сеть в Романовичах выделили 2 миллиона рублей дополнительных средств. Соответствующее решение принято Гомельским областполкомом. Деньги предназначены для проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры в районе индивидуальной жилой застройки. С учетом названной суммы общий годовой объем финансирования по третьей очереди составил 3 миллиона 700 тысяч рублей. Средства предусмотрены на строительство сетей вода и электроснабжения, а также канализации. Эти работы уже ведутся. Тема инженерных сетей и коммуникаций в Романовичах поднималась неоднократно и во время прямых телефонных линий и на личных приемах граждан. По первой очереди застройки на этот год было выделено более 1 миллиона. 95% средств уже освоено. В частности, сделаны дороги в щебеночном исполнении для проезда транспорта заасфальтирована улица Полякова. Сейчас ведутся работы по обустройству ливневой канализации. По второй очереди Романовичей общий объем финансирования на этот год составил 3,5 миллиона. Уже освоено 92% средств. Основные работы, запланированные на 2019 год, завершены. Остается вопрос по сетям наружного освещения и дорогам. Эти работы планируют завершить в следующем году. В регионах страны продолжается республиканская патриотическая акция во славу общей победы. 24 сентября эстафету народной памяти поддержал Жлобин. Именную капсулу района заполнили землей из 60 воинских захоронений, индивидуальных и братских. В этом регионе покоятся останки более чем 16,5 тысяч воинов-освободителей. Капсула, собранная из мест памяти землей, отправилась в столицу. Для 9 мая 2020 года она будет храниться в музее Великой Отечественной войны. День 75-й годовщины победы капсулы с землей и списками имен погибших будут размещены в нишах крипты храма памятника в честь всех святых. Команда Гомельской области стала лучшей по итогам 15-го республиканского смотра конкурса профессионального мастерства среди сотрудников милиции. В Гомеле в течение недели представители патрульно-постовой службы и отрядов милиции особого назначения демонстрировали уровень физической, огневой, медицинской и строевой подготовки. Также в зачет пошли служебный триатлон и проверка знаний нормативных правовых актов. За победу боролись семь команд – представители областных и столичного управления внутренних дел. Третье место заняли могилевские правоохранители. Второе – управление внутренних дел Мингорысполкома. Целотые медали, кубок и новые служебные автомобили завоевали сотрудники милиции Гомельской области. На следующей неделе, 4 октября, в Беларуси начнется перепись населения. Она продолжится практически до конца месяца. Причем на этот раз кампания будет проходить с некоторыми изменениями. Так, в отличие от предыдущих переписей, предусмотрен опрос через интернет. Кроме того, состоящие из переписчиков мобильной группы посетят предприятия, где встретятся с работниками. Как проходила подготовка к республиканской переписи в Гомельской области, знают наши корреспонденты. Добрый день! Приглашаем принять участие в переписи населения. Я молодой специалист, пока живу в общежитии. А я хоть в первый класс пойду! Она работает, добираясь на автобусе в соседний город. Меня запишите. А вот будущий гражданин. Перепись населения Республики Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 2019 года. Вы можете выбрать удобный вариант прохождения опроса. На стационарном участке в течение всего периода переписи самостоятельно заполнить переписные листы через интернет или дождаться переписчика и пройти опрос на дому. Перепись населения. Взгляд на настоящее. Шаг в будущее. Этот посвященный переписи населения видеоролик зрители могут видеть на экранах своих телевизоров уже несколько дней. Компания будет на самом деле масштабной. Соответствующий указ президент Беларуси подписал еще в октябре 2016 года. Именно с этого времени началась подготовка. Несколько дней назад она вступила в завершающую фазу. В Гомельской области в переписи будут задействованы 1840 человек. Все они прошли специальную подготовку с выполнением тестов и обучением работе на планшетах. В этом году решено вообще по максимуму отказаться от бумажных носителей. Людям предложат самостоятельно заполнить анкету на сайте. Этот этап опроса будет проходить в период с 4 по 18 октября. Когда проводилась пробная перепись молодечно, помимо остальных вопросов, мы задавали людям вопрос, если будет такая возможность пройти перепись через интернет, то согласитесь вы или нет, пройдете или нет перепись. И где-то около 25% ответили положительно. И также в прошлом году организовывали выборочное обследование домашним хозяйством. Тоже задавался такой вопрос, сможете ли вы пройти перепись через интернет и пройдете ли. И получили в принципе такой же процент, то есть около 25, даже чуть больше. Для того, чтобы заполнить анкету на сайте, человеку нужно будет ввести паспортный идентификационный номер и номер мобильного телефона. На вопрос о конфиденциальности представленной информации по интернету или при общении с переписчиками в Главном статистическом управлении области отвечают однозначно. Постороннему человеку ознакомиться с ней невозможно в принципе. Самая надежная защита, уже надежнее, чем наша межбанковская система идентификации, я думаю, ничего нет. То есть можно не бояться, ничьи данные никуда не уйдут. То есть они все полностью конфиденциальны. Перепись населения – задача государственного уровня. На основе полученных данных будет вестись планирование белорусской экономики на следующие 10 лет. Причем список вопросов несколько шире, чем в предыдущие годы. Вопросов много, больше, чем в предыдущую перепись. Всего включено 49 вопросов. Это вопросы, касающиеся и демографических характеристик. То есть, как обычно, спрашивают во время переписи, пол, возраст, какой национальности человек к себе относит, какой у него уровень образования. Также в эту перепись включен ряд новых вопросов. Например, у женщин старше 18 лет и до 49 мы спросим, планирует ли она рождение детей. Включен блок вопросов о миграционной активности. То есть, планирует ли человек уехать из республики, есть ли дату на какой срок и по какой причине. Ну и также такое большое наше новшество. Это в эту перепись включен блок вопросов о сельскохозяйственной деятельности. Задача переписчиков – произвести опрос максимального количества жителей. Приедут даже к так называемым самоселам в отселенных деревнях. Данные о них есть в сельсоветах. Местная власть окажет переписчикам самую активную помощь, начиная от предоставления списков населения. Каких-либо организационных проблем с проведением кампаний в районах не видят. У нас вроде как доброжелательные все люди. Я думаю, ну и меня в деревне все знают. Я думаю, ко мне все хорошо относятся и без проблем, без вопросов. Для координации работы переписчиков на этой неделе в Гомельской области открылись переписные участки. В Гомеле их 26. До 4 октября, начала переписи, необходимо составить планы по работе мобильных групп и получить информацию о списочной численности их работников. В период, когда будет проходить интернет-опрос, с ними постараются встретиться переписчики. Потому что в основное время, в котором мы работаем с 9 до 21 часа, большинство людей находится на работе. А в вечернее время мы можем отхватить 0 до 9 часов. Конечно, гражданам, чтобы создать максимальное удобство, мы стараемся, чтобы на предприятии, когда они находятся 8 часов, посетить их, выделить их 5-6 минут на перепись, может быть, чуть больше, чуть меньше, опросить их анкету, чтобы минимизировать посещение вечером. Переписные участки в Гомеле находятся в различных зданиях, от ремонтных участков ЖКХ до Ледового дворца. Причем независимо от графика их работы, во время переписи участки будут открыты без выходных. Кроме того, здесь постоянно будет находиться как минимум один переписчик. При желании любой человек может принять участие в переписи на участке. Что касается опроса по месту жительства, то в случае отсутствия гражданина во время приходя переписчиков, ему обязательно оставят специальное уведомление. Будет ложить вот такие вот памятки в почтовый ящик, и когда жильцы вернутся, они увидят, им будет напоминалочка такая, что можно прийти на стационарный участок, переписаться, либо они могут позвонить по этому из номеров телефонов указанных, и тогда к ним обратно придет переписчик. Олег Синтеров, Наталья Волынец, Евгений Макеенко. Новость недели. Гомельский дворцово-парковый ансамбль – визитная карточка областного центра. И без преувеличения один из самых посещаемых туристических объектов страны. В ноябре этого года музей учреждений отметит вековой юбилей. Этому событию посвящена масса ярких проектов. О них, а также о том, каким быть классическому музею будущего – наше традиционное воскресное интервью с генеральным директором дворцово-паркового ансамбля Ириной Пырковой. В ноябре 2019-го музею Гомельского дворцово-паркового ансамбля исполняется 100 лет. Ирина Васильевна, а как готовитесь к вековому юбилею? Ну, у нас весь год, 2019-й, он проходит под грифом «столетие». И каждая выставка, которую мы организовываем, каждое мероприятие, оно относится непосредственно уже к 100-летнему юбилею. Сами праздничные мероприятия пройдут 5, 6 и 7 ноября. Это будет научно-практическая конференция, это будет открытие огромной выставки, называется она «Музейная история». И также будет торжественное мероприятие, концерт. Подарки гомельчанам, жителям области тоже планируете? Конечно, обязательно. 7 ноября мы приглашаем всех посетить все объекты дворцово-паркового ансамбля на бесплатной основе. Двери будут открыты, будет возможность посетить и ту же выставку, и наши постоянные экспозиции. Это будет наш подарок к 100-летнему юбилею жителям нашего города и туристам. Из тех проектов, которые уже реализованы в 2019-м, проектов, посвященных юбилейной дате, что, на ваш взгляд, оказалось успешней всего, что полюбилось жителям региона? Вы знаете, я считаю, что у нас все достаточно успешно. Ну, наверное, такое яркое было событие – это наша выставка «Шоколада» международная. Она тоже была, потому что она была необычная. То есть традиционные выставки художников. То есть у нас идет традиционно была форма дружеских отношений с Брянским музеем. Это выставка Ткачевых. То есть, ну, на мой взгляд, все выставки уникальны, все интересны. А вот выставка «Шоколада», она подразумевает такой приход семейного отдыха, семейных пар. Понятно, что на недостаток посетителей не жалуетесь. И все-таки, говоря про развитие, как оставаться по-прежнему интересным и молодежи? Ведь часто требуют и от вас, музейщиков, больше интерактива. Это ваша дорога? Конечно, молодежь нужно привлекать какими-то новыми формами. У нас достаточно много таких развивающих программ, в том числе и для детей. И даже, я хочу сказать, новогодние наши праздники, они не проходят традиционно. Они проходят именно в музейном стиле. Но, может быть, нам не хватает каких-то гаджетов современных, там на входе большого экрана, где можно вот перелистать это все пальцем, посмотреть, чтобы было детям интересно. Тем не менее, дети имеют большой интерес и молодежь к нашему музею. Потому что музеи эксклюзивные в своем роде. Наш музей эксклюзивный. Есть вещи в наших фондах, которых нет вообще нигде в мире. Ни в одном музее мира. Ну, например, икона оклада Фаберже, которая была заказана непосредственно мастеру Ириной Ивановичем в связи с трагическими событиями. Это вот как пример. И дети, если рассказывать интересно, если рассказ идет интересно, если их увлечь, то и музей будет привлекателен. И не нужны будут даже гаджеты. И в завершение от самого музея, уникального музея, к достаточно большой территории, с которой тоже нужно работать, весь дворцово-парковый ансамбль. Каким хотите видеть вы и ваши коллеги его через 5 и 10 лет? Ну, территориально никаким образом мы расшириться не можем. Наша задача, прежде всего, это сохранение историко-культурного наследия. Вот то, что мы имеем. На сегодняшний день это 17 объектов. Если включить набережную, это 17 объектов. И есть объекты, которые у нас еще, ну, скажем так, недоработаны. Это та же часовня. Если усыпальницу мы открыли, уже отреставрированную в 2016 году, то очень надеемся, что к столетию мы закончим часовню и погреба-ледники. Это из музейных объектов. А территорию, если вы видите, мы ее развиваем. Это у нас... Сейчас у нас, не скажу где, пробуем только посадить огромную лавандовую клумбу. Вот. Помимо наших тюльпанов у нас будет еще и такая форма. Так, чтобы круглый год парк свел. Ну, если кто-то интересуется, у нас на набережной более 200 видов сиреней. Более 200. Они маленькие кустики, но когда это вырастет, это будет огромный, шикарный серенгариум. Поэтому здесь, конечно, тоже мы работаем, чтобы удивлять, чтобы люди приходили, отдыхали, и чтобы получали удовольствие. Уверен, наш разговор станет хорошим поводом посетить Дворцово парковый ансамбль снова. Спасибо за интервью и успех в делах. Спасибо вам. 1 октября Гомельская областная филармония открывает 53-й музыкальный сезон. Концерт «Виват музыка» объединит произведения различных жанров, которые исполнят эстрадно-симфонический оркестр имени Василевского, камерный хор, инструментальное трио «Лирица», а также солисты филармонии. Выступит на концерте и белорусская группа «Лепреконцы». Ну а пока у гомельчан и гостей города есть возможность посетить новые выставки. С подробностями наш культурный обозреватель Анна Корольчук. Мое детство прошло в те самые 90-е. Трудное, но интересное время, когда бывшие жители СССР адаптировались к новой реальности. Многие события для белорусов происходили впервые. И весь мир словно открывался заново. Тем, кто застал 90-е, предлагаю сравнить свои воспоминания с сюжетами фотографий Олега Белоусова. Ну а детям 2000-х открыть для себя страницу нашей недавней истории в музее библиотеки имени Герцена. На выставке «Мои 90-е. Неглавные новости» представлено 30 черно-белых и несколько цветных фотографий, сделанных в Гомеле, на Равлянском районе, Вильнюсе, Москве и Зеленоградске. Черно-белые фото выглядят более драматично и позволяют сосредоточиться на сюжете. Фотозарисовки с натуры, путевые заметки и событийные фотографии рассказывают о судьбах людей и целой страны. Олег Белоусов заведует отделом фотоиллюстрации газеты «Гомельская правда», а также состоит в Белорусском союзе фотографов и союзе журналистов. В соседнем зале Герценки можно познакомиться с графическими работами Марины Скидан. Идею для необычных рисунков автору подсказала «Кофейная гуща». Чтобы изобразить очередной сказочный сюжет, кофейному мастеру достаточно заварить и выпить кофе, а затем внимательно посмотреть в чашку. Неповторимые фантазийные рисунки Марины Скидан отличаются легкостью и воздушностью, а каждую работу сопровождает авторский текст. А в областной библиотеке имени Ленина открылась выставка гомельской художницы Светланы Батраковой «Прикосновение к морю» в экспозиции «Морские пейзажи», которые отражают разные состояния морских просторов, а также настроения и размышления художницы. Кстати, вернисаж в арт-кафе приурочили ко Всемирному дню моря. Лабораторию «Элементариум» можно посетить в галерее Гавриила Ващенко. Интерактивная научная выставка разместилась в зале по проспекту Ленина. Гостей здесь ждут различные опыты и экспонаты, которые можно трогать, крутить и запускать. Среди них несколько моделей вечного двигателя и маятник Ньютона. Все желающие могут провести свой собственный эксперимент, например, стать человеком-батарейкой. Особенно интересно в таком музее науки будет юным посетителям, которые самостоятельно смогут познакомиться с законами физики, научными приспособлениями и механизмами. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.